Вздох облегчения раздался в Брюсселе от того, что на выборах законодательные органы Франции не одержали очевидные победы ультраправые. Их национальное объединение не получило абсолютного большинства и не поставило под угрозу франко-германскую ось, на которую опирается весь Евросоюз. На первом месте оказался левый Новый Народный Фронт. За ним следует центристский блок сторонников президента Эммануэля Макрона. Макрону теперь приходится расхлебывать кашу, которую он сам же заварил, объявив досрочные выборы. Программа Нового Народного Фронта предусматривает выход на пенсию в 60 лет и увеличение минимальной заработной платы до 1600 евро. Эти меры могут противоречить европейским договорам, которые ограничивают бюджетный дефицит государства-члена 3% его ВВП. Если мы должны следить за правой эллицей, которые были сделаны друг другу, у нас есть серьезный проблем с дефицитом и так далее, для всего евро. Это, это будет возникновение, но, внимание, Европейская, она тоже может убрать дорогу. В международной политике поддержка Парижем Киева и осуждения Москвы не должны подвергаться сомнению при левом правительстве. Но президенту Макрону возможно придется отказаться от разговоров об отправке в Украину войск. Влияние выборов во Франции на Российскую войну пока представляется ограниченным. Теперь в Брюсселе с волнением ждут, кто станет главным в Вашингтоне.